вершилась мечта я говорю с Виктором Григорьевичем Катюсчиком вот-вот со звездой интернета между прочим да сейчас имею возможность задать ему вопросы как он видит окружающую вселенную мир как видит да можно задать как я так дошел до жизни такой что преподаю всем вот эту насквозь сложную математику да где там синус 30 градусов равен одной второй вот ну чё здрасте здравствуйте Борис Сергеевич здравствуйте здравствуйте Виктор Григорьевич я что хотел вот вас пора спросить обычно там всегда про всякие звезды и про пространство да такая путанная вещь а вот мы сейчас с вами по электронной системе разговариваем да там на всякие полупроводники тут и в разные да вот как там как вам видится как вам видится так сказать микромир как видятся вот эти вот объекты с которым мы имеем дело там полупроводниковые кристаллы что там еще они состоят из атомов вы разговор просто сразу сторону хотите увести а давайте а в какую сторону давайте по существу но у нас и есть определенные разногласия которых мы можем поговорить давайте давайте по разногласия какие ну базы что у нас с вами есть разногласия потому что в общем то говоря ну как бы сказать то а чё собственно разногласия то в это самая наша физика чем замечательно во всякой науке но я вроде как представитель физики она замечательно тем что все что мы рассказываем все это в общем то говоря враньё потому что мы это знаем прекрасно и понимаем потому что пройдет еще какое-то количество времени это враньё все уйдет наш прошлое мы будем вспоминать что вот раньше мы говорили так а теперь говорим вот это так же как вот например авторитет ньютон да он нас до сих пор мы ему готовы памятник в москве собираем деньги на памятник айзеку ньютон изобретатель форточки он форточку изобрел среди прочего но это никто не оспаривает вот и вот ну механика ньютон уже вся в прошлом но какую-то другую там рассказываем а потом еще и квантовая механика появилась а потом еще чего-нибудь появится ну ну вот совсем недавно еще казалось бы когда я был маленький как я говорю был я простой студент да да даже уже когда инженером был тогда у нас считалось что переносчик ядерных сил это так сказать пемизоны а теперь ну какие пемизоны глюоны батюшка глюоны переносит хотя если хочешь можешь описывать и пемизонами результат будет тот же самый то есть принципе говоря у нас то у нас нет никакой истины последней инстанции мы к ней только стремимся никогда не достигнем и все что мы говорим это абсолютно однозначно это не есть правда но дело в том что вот мы так правдоподобно раз правдоподобно врем чтобы следователю понравилось и все но если если ситуация такая вашем понимании тогда пару вопросов но должны мы говорить ребятишкам что это не правда все возможно или все что я рассказываю вам это не есть правда это только очередное приближение когда будет пройдет время все это будет изменится ну вот например один товарищ тут недавно по в интернете сделал большой ролик про радугу да вот кстати говоря вот рассказал а вот как про радугу говорил аристотель а вот как декарт говорила вот как а потом еще тут три нобелевских лауреата в нынешний вклад но теперь очередь за вами внесите вы вклад объясните почему бывает радуга да ну молодец он вот он очень правильно понял не все досмотрели до конца решили что все понятно уже а на самом деле как раз в этом ты прелесть науки что ничего не понятно всегда остается был такой замечательный персонаж александр македонский а у него учитель был аристотель но если конечно не мрут опять же так вот значит аристотель он будет как вот учитель начальных классов у него все ясно вот так и все и сашенька плакал что он опоздал родиться что все уже известно все уже открыто а он хотел наукой заниматься ну представляешь учитель аристотель ну конечно хочет быть наукой заниматься при аристотеле но это не вышел полет пришлось ему там свои завоеваниями заниматься а так бы не было бы такой аристотель дубовый то был бы еще один ученый великий и не было бы кровопролития великого вот такие дела так что я согласен вполне что все это вранье однозначно а при чем угодно а у нас значит весь принцип такой описывай как хочешь да как говорил наш главный конструктор нашему начальнику отдела перспективных разработок он ему рассказывает начальник мы работаем с академии наук мы работаем с московским университетом погодите работайте хоть с коломенским попом результаты какие да понимаете чем дело важно какие будут результаты есть у вас модель замечательно какая хотите хоть там это что какие результаты да вот рассказывают вот сила трения то все пятьдесят а я по простому говорю от в в порах до материала живут демоны когда вы по ним значит скользите демоны вылезают оттуда и гибнут под вот этим как то как все там что скользит брусок сильно давите много демонов вылезло налили этой самой как его называется масло демоны все в масле утонули захлебнулись трение стало меньше все работает работает какой какой вариант хотите пользоваться этой системой где демоны вылезают там из из нор какие коэффициенты сколько демонов вылезло и сколько чего пожалуйста нет проблем лишь бы лишь бы был результат предсказуемо интересны тогда вопрос возникает такой нормальный а как бы с теми фактами которые уже известны которые ну не надо ждать там следующих веков чтобы постичь эту истину эти факты надо ли факты это не есть описание причин мы эта физика занимается не фактами по физика занимается причинами начиная со времен значит ньютона мы придумываем при причины почему это происходит хоть ньютон и говорил что гипотез мы не измышляем но мы постоянно эти гипотезы измышляем выражаем в виде уравнений и пожалуйте проверяем да и очень большое счастье когда удается предсказать какой-то факт который еще не наблюдался о все рады все 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 в восторге особенно если этот факт можно использовать каких коммерческих или промышленных целях это вообще замечательно прекрасно причины это здорово коллекция фактов это не интересно как говорил гегель большой был логик кстати говоря гегель логик не согласен и в этом моменте про гегеля про логика гегель скорее всего анти логик я все таки про русло разговора причина это хорошо как бы с фактами которые известны вот известно что человек у человека две руки в среднем почему надо выдумывать третью руку почему нельзя людям сказать что только две руки и достаточно почему вот эти аналогии физики не работают не придерживается современная наука таких простых вещей там все время физики никто не пытается придумать третью руку до тех пор пока вот что не исчезнет вот пришли бы вот вот у меня две руки и до сил я с кем-то рядом в метро вот они ручки видно 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 ручки да видно а тогда баха и бумажник из его кармана перекочевал в мой как это я сделал что третья рука была так вот зачем почему правду то не сказать зачем гипотезы придумывать так объяснить то надо факт в рот бумажник пропал как пропал как это я сделал как я глаза ему отвел вот простая вещь пространство да это реальный объект или а это никто не знает как здесь у нас наука геометрия до геометрия там вся на логике она построена есть там всякий такой понятийный аппарат ведь все наши понятия они в природе могут и не существовать вопрос придумали слова и налепили вот будем это так называть да не ну если сосредоточиться там же все понятно он позвал значит адама и говорить давай им название и адам им давал название да так библии написано вот а тут получается такая вещь что значит появился некий так сказать факт но мы его как-то обозвали значит с ним что-то делаем вот ну и все пытаемся найти взаимосвязи объяснить почему так ну а да и вот по поводу точки точка вот есть такое понятие в геометрии точка там есть всякие теоремы как от называть аксиомы через две точки можно провести прямую причем только одну да а что такое точка а вот непонятно вот поставить на доске или на бумаге точка но это не точка это маленькая пятнышко если приглядеться пятнышко точки такой нет то же самое это вероятность вот вера в теории вероятность человека вероятность но вот пытается объяснить а вероят это объективные меры возможности наступления событий эта отговорка такая да типа жизнь это форма существования белковых тел но вот она есть и все чё с ней сделаешь как хочешь так и называй хоть штукой назови хоть жизнью хоть еще чем но вот такие дела до чё с фактами делать это проверять надо да две руки но две руки и замечательно ну вот как деньги пропали с карман у соседа метро там как они ну вот он руками двертел перед собой но вот 21 век некоторые вещи уже известны людям 21 веке да они раньше там были известны в девятнадцатом восемнадцатом веке да вот в частности известно что такое пространство что пространство это объект это то что реально существует в природе серьезно да я то не я то не знаю про это для меня просто есть такая наука в которой там x и y всякие из это да это модель это модель это явление которые происходят с помощью пространства пространство такое нечто выдуманное нами для того чтобы вот описать и процессы да а дальше пространством что хочешь можно делать искривлять его надо искривить искривим он что на самом деле если это никто не знает ну как мы тоже очень просто 21 век это известно это было раньше известно что это такое пространство тут возможно ну вот два варианта либо это объект либо это не объект объекта то что такое объект чем объект отличается от не объекта объекта за то что существует вне зависимости от наблюдателя а не объект в этом то чего не существует но как-то очень вы свели на не на нет вот вот есть вот телефон да это вот объект объектом он где-то вот тут вот существует независимо от наблюдателя он в общем да существует ну а я говорю что он находится вот от меня справа в пространстве жалусь я уже описывая его существование пожалуйста описание это способ описания окружающих пространство да пространство это объект проверить это одну как бы по пространству чтобы определиться если пространство это что-то воображаемое абстрактная то любой объект предмет находящий в просто находящийся в пространстве расположены в пространстве тоже есть абстракция а кто откуда это мы знаем это на предмет там есть мы просто пытаемся его описать абстрактный телефон а кто может как по-другому можно коробочка а а кстати по закону он называется портативная радиостанция по закону он называется портативная радиостанция вот воображаемый сиреневый ёжик он находится воображение а некоторые вот в общем благодаря благодаря камере вы немножко сиреневого цветами сделайте меня вот есть объекты которые реально существуют например ваш телефон он расположен в пространстве в реальном пространстве которые говорят что это весь реальный весь мир нереально не существует что это просто на наши ощущения вот так кто-то кто-то вот так вот да а мы кто мы такие если у нас две руки или мы вообще без руки мы какие-нибудь чешуйчатые крылые может есть люди которые не могут сосредоточиться мы с ними как бы не очень разговариваем они лежат там на полочке где-то потому что это к науке отношения не имеет мужикой бы там сказать полно себе имеет отношение как описать ну ну человек не может сосредоточиться у каждой 2 каждый почему два раза в день обычно меня спрашивают а вот как быть сквантование пространство то есть может быть пространство она дискретная она как бы состоит из маленьких кубиков да а может быть не кубик каких-нибудь и коса и даров да вот так все запомнил вот не мы не нет у нас вот но как как компьютере люди которые вот как которым не удалось сосредоточиться они занимаются этой проблемой а если вот шаг за шагом вот человек такой посмотрел сообразил что у него две руки и успокоился он запомнил что у него две руки да да есть посмотрел вышел утром посмотрел солнышко встало давай пойду работать огород пахать ему неважно кто там движется не солнце по небу ли земля вокруг солнца движется ему это неважно он пошел успокоился посмотрел пошел пахать от другой человека ему делать нечего пахать нечего у него все ему принесли на блюдечке все там ему хлеб испекли вот он поел и смотрит а чё солнце так движется а вот давай-ка я палку поставлю посмотрю какая тень от не батюшки а вот бывает такое время когда тень самой короткая и она всегда показывает в одну и ту сторону батюшки а ночью в той стороне и полярная звезда вокруг которой звезды крутятся движется по небу батюшки и он начинает заниматься астрономии хотя это принципе говоря его не колышет и сколько там у человека рук его тоже не волнует его волнует вот этого движения по небу наука принципе для развлечения исходно исходно наука эта вещь совершенно бесполезная просто потом она становится полезной пока он наблюдал за этой за этой тенью потихоньку полегоньку бы пришлось придумать календарь а календарь вещь полезная прежде всего для этого дядьки который утром встал посмотрел на солнышко пошел пахать он знает теперь по календарю я знаю что 9 мая у нас московской области пора сажать картошку все по календаре знаю все уже на счет земля прогрелась не надо ничего там смотреть на солнце землю щупать так с ученым видом земля еще не 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 теплая до чего 9 мая депаши тем более выходной нам дадала партия родная при приближневе все и мы у нас шли 9 мая сажать картошку вот праздник у нас был день победы с посадкой картошки а вечером посмотрим кино по телевизору и радуемся то победили это было и туго люди разделились на две группы одна группа может сосредоточиться и запомни что у них две руки другая не может и она сосредоточилась и пошла пахать в еживать вы чё хотите всех работать ну что учёных не могут сосредоточиться и запомнить у них две руки вот кто не может сосредоточиться и запомнил, что у него две руки, вот тех надо заставить работать, а те, кто могут сосредоточиться. Не, наоборот, заставить, нас пытались заставить, отправляли нас в колхоз собирать, мы там что-то даже собирали, да, а так в основном нет, это вот способ такой, ничего не делать, заниматься наукой это способ вот не пахать картошку, не сажать картошку. Так вот, вот та часть людей, которая смогла сосредоточиться, они между собой договорились, что есть научные факты, и если мы как бы себя называем учеными, мы эти факты должны признавать. Вот люди такие сообразили, да, что у человека две руки, и этот факт признали. И с той поры человек такой двурукая млекопитающая, нормальная. Но надо проверять этот вопрос, а вдруг и третья рука есть? Вот, существует отдельная группа людей, которая не уверена, да, что вот у человека две руки, им надо проверить. Они раз проверят, два проверят, и все равно не уверены, что две руки. Десять раз проверят. Это просто неуверенные люди, мы их записали в неумея, неспособные сосредоточиться, и они там отдельно на полочке лежат. А, вот так, да. А те, кто сосредоточился и проверил, убедился, ну, смог убедиться, сосчитать две руки. Да, ну да, это вот те, кто не сосредоточился, те, значит, на стыке 19-20 веков сделали революцию физики, благодаря которой у нас называемая абстрактная математика и физика, которая сейчас рулит. Так вот, между инженерией и вот этими вот областями математики связи-то нет никакой. А вы инженер, да? В том числе инженер, базовая у меня на 501. А что заканчивали? Что заканчивали? Я заканчивал ХТИ, Хакасский технический институт, филиал, КГТУ Красноярского государственного технического университета. По специальности 0501, инженер-механик. Работы у меня опубликованы по фундаментальной физике, в рецессируемом журналах. Да, да, я считал, смотрел, да, замечательная работа была. То есть, полное право у меня говорить об этих вещах есть, потому что у меня... Да, ну то есть работа у вас фундаментальная опубликована, но вы, естественно, зачем публиковать фундаментальные работы, если две руки у человека, что нового можно открыть? Вот в том-то и дело-то, что приписывать все заслуги инженерам... Ну, я помню, такая была история анекдотическая, когда появились полупроводники, но полупроводники это никак не заслуга инженеров, стали инженеры их выращивать кристаллы полупроводниковые, значит, расплав кремниевый в таком, значит, платиновом стакане и крутится заготовочка и растет кристалл. Они говорят, что, говорит, платина-то, да она же дорогая, давай сделаем из углерода, ну, в смысле, из графита. Сделали из графита распредложение, а и пошло все 100% в брак, потому что углерод, он туда, понимаете, внедряется в решетку кремния и все портит. И перестал быть полупроводником. Ну, базарников много, но, иными словами, все равно мы приходим к какой-то базе. Есть понятие наука, есть ученые, которые занимаются мыслительной деятельностью в рамках научного метода. Вот научный метод подразумевает в себе опору на законы логики, да, и на достоверные факты. Нет, нет, он как раз подразумевает, какая логика может быть, например, в утверждении, что, значит, квант света – это одновременные частицы и волна. Как посмотреть? Есть, есть люди. В каких-то случаях он проявляет себя как волна, в каких-то случаях как частицы. Всех это устраивает в науке-то. Есть люди. Скажите, как же это так? Есть люди, которые не могут сосредоточиться, у них квант света – это одновременная частица и волна. Мы специально снимали… Ну, где тысячи лет не могут сосредоточиться, у них, так сказать, Бог един в трех лицах. Бог отец, Бог сын, Бог святой. Если мы будем прыгать с вопросом на вопрос, мы ни до чего не договоримся. Принцип простой. Научный метод и законы логики. Если что-то не соответствует законам логики, это значит, продукт не является научным. Если где-то логика нарушена… Ну, это ваше утверждение такое. Это научный метод. Потому что если… Нет, это не научный метод. Научный метод – это чтобы ваша модель соответствовала окружающей действительности. Как говорил Ленин, практика критерий истины научных теорий. Если… Не логика, а практика. Вот человек либо мыслит логично, либо он бредит, нелогично мыслит. И то, что он бредит, не является научным продуктом. Бывает, что бредит, да, и в бреду что-то рассказывает, походу нужное. Идут, а на этом есть все-таки спрятано. Очень нужно, но нелогично. Вот продукт мыслительный, он может либо соответствовать законам логики, либо не соответствовать. Вот все, что не соответствует законам логики… Вы прям обожествляете логику, а на самом деле не логика проверяет науку. Это так было во времена Аристотеля. Аристотель все логикой проверял. Определяет именно логику. А не практика, которая все и проверяет. Практика критерий истины. Практика – это сопроводительный продукт. Что камень летит, вот брошенный под уголом горизонт, по прямой, вот он летит, летит, потом у него заканчивается импетус, он сверху вниз падает. Вот практика, она без логики бессильна, потому что млекопитающее не может эти практические результаты корректно описать. У него мозга не хватает, оно сбивается, делает нелогичные умозаключения, и любой бред свой выдает за факты. Поэтому практика… Да пускай выдает любой бред, лишь бы это соответствовало действительности. Либо получалось все. Вот поэтому люди, которые могут сосредоточиться, и понимающие, что законы логики рулят наукой, они собираются в отдельную кучу и называются учеными. А те, которые не могут сосредоточиться, отрицают законы логики, они как бы рядом бегают и создают сопроводительный околонаучный продукт, который является в большей своей массе недостоверным. Вот примерно так и получается. А что, например, там сейчас из современных, тех, кто собрался с тремя руками-то делать… Что-что? Ну вот люди, которые считают, что пространство – это не реальный объект, что это абстракция, они не смогли сосредоточиться. Это факт. Ну это способ описания реального объекта? Нет, нет. Пространство – это не способ. Если пространство – это способ описания, то вы сейчас находитесь в способе описания, а не в пространстве. Ну какая разница, где я нахожусь? Это вот реально. Вы – физический объект, тело ваше. Ну понятно. Находится в способе описания. Где еще-то собрали наши ребята? Вы сейчас сказали, что вы находитесь в способе описания. Я обращаю ваше внимание. Давайте как-то согласимся с этим, что вы в способе описания. В способе описания нахожусь, согласен. Тогда вы сказочный персонаж. Вы нереальный человек. Вы находитесь... Нереальный, да. Я действительно только в интернете проявляюсь. Ну, а вот ваше тело, ваше тело, объективно ваше тело, помимо ваших фантазий, оно находится в реальном объекте, который называется пространство. И, собственно, физики определились, что вот есть литр, это часть пространства, в него можно налить литр свинца образно и так далее. Ну, литр можно воды налить. Да. Так вот, пространство – это реальный физический объект, с которым можно осуществлять какие-то инженерные практические действия. Ну, да, понятно, с пространством. А что сейчас там... Так, так, так. Что сейчас последние в науке придумали такого лишнего? Подождите. Это вот все начинается нормально с пространства. Вы, все-таки, вы находитесь в каком-то описании или в реальном объекте? Вы в описании, в пространстве, как хотите, я нахожусь. Нет, нам надо создаться. Я в Боброво нахожусь, я не в пространстве, я в Боброво. Если человек не может сосредоточиться, то тут бессмысленно дальше рассуждать. Вы согласны? Я в Боброво нахожусь. Где? Я в Боброво. Боброво, понятно. Боброво – это деревня, находящаяся в пространстве? Нет, ну что вы. Боброво – это Боброво. Это отдельный объект исторический. Состояние души? Общисть людей – бобровцы. Бобровцы. То есть, это находящийся в пространстве… На котором в 1863 году. Это находящийся в реальном пространстве объект, правильно? Находящийся в реальном пространстве или в описании? Где находится Боброво? За пределами Боброво мира не существует. Оно находится в описании, в вашем Боброво, или в реальном пространстве? Где находится Боброво? В Боброво. Боброво находится в Боброво. А за пределами Боброво жизни нет. Боброво находится в Боброво. Есть только вот, только Катюшик за пределами Боброва достоин внимания, по-моему. Боброва находится в Боброво или в пространстве? Да, не знаю, где она находится. Ну как? Как можно там, там же это, надо сознаваться. Я как тот человек, который утром встал, посмотрел на солнце, пошел пахать. Встал в Боброво, нормально, будем работать. Борис Сергеевич, предлагаю все равно как-то определяться по каким-то позициям. Нам надо, ну не просто так болтологией заниматься, нам надо и молодых ребят заставить о чем-то думать, не думать, ну чтобы... Да о чем думать, где они находятся, куда они попали, где они влипли, начали думать, побежали за границу, зачем это надо? Пусть лучше не думают, с нами живут в Боброво-то и все. За границей это реально, в реальном пространстве находится? Да хрен его знает, вообще оттуда никто не возвращался долгое время. Мы будем до последнего радовать своих зрителей и не признавать, что пространство реальный объект, или что мы будем делать? Ну что, за границей-то она вот, оттуда никто же не появлялся. Переводим, короче, разговор тогда получается на другие рельсы, да? Просто тралим друг друга, или что? Не, не, ну расскажите что-нибудь про... Что там сейчас в науке плохого сделали в последнее время? Какие самые большие жульничества? С пространством это ладно. Ну вот, вся безграмотность, большая часть безграмотности, она проистекает от пространства. Когда человек не осознает, что пространство это реальный объект, он может ему присутствовать, приписывать нереальные свойства пространству. В результате, через преподавание вот этой системы высших учебных заведениях, у нас формируется определенное мировоззрение у студентов, для которых пространство является частью материи, оно становится материальным. Ну, для некоторых это преподают. Оно разматериально, серьезно? Оно нематериально. Пространство полностью нематериально, но в некоторых вузах эту версию преподают. Что пространство это материальное. Нет, это в каком курсе, какой науке это они преподают? Ну вот, например, дефект пространства в форме материального стержня преподают в МФТИ. У нас вот роличек вышел недавно на канале. Дефект пространства в виде материального стержня? Да, это одномерный объект у них. Одномерный дефект пространства. То есть приписали? А, это есть, да. В общей теории относительности она допускает существование одномерных объектов с массой. Но таковые, это называется у них струны. Но таковые, то есть, в космосе не обнаружили, хотя если бы они были, они бросались бы в глаза. Так вот, вот это вот, это отсутствие логики на уровне элементарных понятий. Это люди, ну, не смогли сосредоточиться. Нет, вы немножко неправильно их поняли. Они это понятие вывели тоже логически из уравнений. Если у вас нет аксиоматики исходной, то у вас нет уравнений. Потому что для того, чтобы говорить об искривлении пространства, для того, чтобы написать уравнение искривления пространства, надо сначала на языке людей обозначить, что такое искривление пространства. Для того, чтобы обозначить, что такое искривление пространства, надо сначала обозначить, что такое само пространство. То есть, по порядку мы сознаемся, что такое пространство. Потом конкретно указываем, что такое искривление пространства. Потом пишем формулу искривления пространства. И дальше уже идет рассуждение А если вы не делали этих разделов Если у вас нет раздела пространства Если у вас нет раздела искривления пространства Если у вас нет континуумного метода А есть какая-то формула То вы человек, который не смог сосредоточиться Что там в голове пока пошел Ну вы просто человек, который понял формулу На самом деле Ничего не понял Искривление пространства все очень просто Вот берете лист бумаги Рисовите на непрямую Вы подменили Подмена понятий Это нарушение научного метода Вот вы подменили прямую и кривую Через лист бумаги Вот есть прямая Сколько бы вы лист бумаги не крутили Она у вас отходит от этого листа И не гнется вместе с этим листом бумаги Если она у вас согласна Да, да, да Это прямая Кривая Вами нелюбимый, но очень успешный в жизни Лобачевский Он, в принципе, говоря То, что он выявил Это была геометрия искривленной плоскости Это слабоумная Например, поверхность земного шара Типа сфера Геодезическая Искривленная плоскость Мы, когда выходим Чувствуем ее Как плоскость В общем, говорят Как снашу Ветер плоскости А на самом деле Она шар Не важно, что чувствует Млекопитающее Важно, чем является данный объект По научным основаниям Вот по научным основаниям Прямая Это прямая Наука разная бывает В разное время Все это по-разному Научное основание Нет, нет Это вот Возле науки Бывают разные спекуляции Разные виды безграмотности Но это не добавляет Эти безграмотности в науку Если какой-то недостоверный раздел Попал в науку Он там может Пока пошиться Какое-то время А потом его на пинках Оттуда выбьют Вместе с товарищами Адептами Этой лженауки Вот и все Какая последний раз Так что-нибудь выбили оттуда? Давно не выбивали Ну, надо заняться Занимаем А последний раз Что выбили? Последний раз Что выбили? Последний раз Ну, есть эта версия Гелеоцентрическая Система Когда Земля в центре А вокруг нее Обращается Солнцем Вокруг К ней все вращается Ну, выбили Это система мира Птелемея Да, да, да Выбили же Выбили Нормально выбили Ну, на самом деле Она Да, она Жила Долгое Долгое время На самом деле Выбили еще Вот что Аристотель Выбили его физику Вот это Выбили оттуда Это Да, была физика Которая целиком Была основана Только на логике А эксперименту Не соответствовало И вот Экспериментально Трахтовка Трахтовка Эксперимента Сила Является Причиной Движения Вот А причиной Движения Является просто То, что тело Движется У него импульс Есть Ему сообщили Уже импульс Вот А у Аристотеля Этого не было Поэтому Все понятия Ускоренного Движения Движение Не по прямой Это все А у Аристотеля Все было просто На земле Все движется По прямой На небе Все движется По кругу И все Нечего рассуждать У него все было Логично Об этом Можно поговорить На каких-то Конкретных Примерах Сейчас Как бы А если был логик Ну вот Вот они Планеты Движутся По окружностям Значит По своему Эпициклу А эпицикл Движутся По кругу Вокруг Солнца Вот так вот У него У них были Системы Такие Системы Мира Все Все По Аристотелю Так вот Из современного Фальсификации Которые надо Выбить Это у нас Черные дыры Например Фальсификация Темная материя Фальсификация Темная энергия Фальсификация Червоточины Фальсификация Кротовые норы Фальсификация Это все Фальсификация А почему Черные дыры Выбить надо Ну это реально Несуществующий Объект В природе Их нет Ну представьте себе Давайте Мысленный эксперимент Логический Пройдем Давайте Вот Землю Утяжелили Добавили К ней массы Но накидали На нее свинца Из космоса Хорошо У нее соответственно Космическая скорость Стала уже Не как сейчас 11 километров В секунду А больше Стала Вот у солнца Она где-то 300 километров В секунду Скорость Создали Большое Тяжелое Тело Дальше Создали Большое Тело Продолжаем И скорость Стала Больше Скорость Света Вы Создали Черную Звезду Вы Про это Говорите А есть Понятие Черная Дыра Создали Тело С которого Чтобы Улететь Нужно Иметь Скорость Больше Скорости Вот Черная Звезда И Черная Дыра Это Две Разные Концепции Отличаются Одной Простой Вещью Что В Черной Дыре Есть Искрепление Пространства И за счет Этого Происходят Все эти Процессы А в Черной Звезде Просто Увеличенная Масса Поэтому Я не говорю Про Черную Звезду Я говорю Что Черная Дыра Вам Чуждо Понятие Пространства Меньковского Да У нас Есть Реальный Объект Пространства И есть Модель Пространства Так вот Модель Пространства Меньковского Это модель Оторванная От реальности Да нет Она просто Связывает Пространство И время Потому что Вы говорите Про пространство А времени Вы не говорите Почему-то Время Это сравнительная Характеристика А Ваш телефон Лежит Тут не только В пространстве Но и вот В данный момент Времени Погадай С вами Разговарив Справочно Ваш телефон Лежит только В пространстве В этом пространстве И происходит Какой момент Времени В другой момент Времени Он лежал В другом месте Подождите Ваш телефон Расположен В пространстве Это обычная Геометрия Сейчас В это время В этот момент В это время В предыдущий момент Времени Он расположен В пространстве Нет Но в другое время Он был в другом месте Он был расположен В пространстве Вне пространстве Вашего телефона Не было Он был в другой части Тут надо еще тоже иметь в виду время. Вот главное сосредоточиться. Вы подходите к вопросу пространственно-временного континуума. Пространственно-временной континуум – это сфальсифицированный, безграмотный материал, слепляющий в одну сущность, не слепляемая, а именно пространство и время. Методика пространственно-временного континуума базируется на фальсификации предмета счета. Когда брали пространственные геометрические мерности, расположенные под прямым углом, три штуки, и добавляли к ним четвертую сущность – время, сравнительную характеристику. Называли это все континуумом, однородностью, хотя время и пространство неоднородны по своей сути и никак одно другим не может быть дополнено. То есть это фальсификация предметов счета плюс фальсификация научного метода. Это все пространство неоднородно, да? Пространство однородно. А время? А время не является однородным пространством объектом. Вот воспоминания о уважаемом Циолковском – это одно. А Боброво – это другое. Вот они неоднородны. Воспоминания и реальные объекты – они неоднородны. Я не понял, что слово однородное и неоднородное. Смотрим определение. Ну, кстати говоря, это да, это как раз и говорят про неоднородность пространства и времени. Это, так сказать, модные современные концепции, которые, ну, еще не проверены. И которые мне тоже не очень нравятся. Они проверены. Вот все эти концепции проверены, признаны негодными, выброшены на помойку. Но человечество должно прыгать вокруг них, потому что это популяризируемая часть псевдонаучных знаний. А какие на помойку-то выброшены? Теория относительности – это материал ненаучный. Серьезно? Вообще, совсем с самого начала до самого конца. Это фальсификация. Но предсказания, они никак не проверены, да? Вот в научном смысле предсказаний у теории относительности нет. Они есть в таком шарлатанском смысле, а в научном – нет. Нет, но есть смысл такой, что если система отчета движется относительно другой системы отчета, то там по-другому течет время. И это проверено экспериментально. В частности, это старое время было, такое еще 50-е годы. Физик такой индийский Баба, он выяснил, первый был выяснил, потом это много других выясняло людей, что оказывается, Мюмезон с нашей точки зрения живет разное время, если он движется с разной скоростью. Чем быстрее движется, тем на каждую скорость. С уравнениями, которые следуют вот этого преобразования. Вот скорость некоторых физических процессов и скорость времени – это разные понятия. Вот и скорость… Скорость процессов – это скорость времени? Не, не скорость времени, а протекание процессов по-разному происходит. Вот, вот какие-то процессы могут простекать быстрее, какие-то медленнее, но это никак не связано со временем и не обязательно связано со временем. Но оно как раз именно очень хорошо объясняется замедлением времени в движущей системе отсчета. Так вот, если человек… Кстати, официальная наука это признает. То есть надо, в принципе говоря, поднимать сейчас вопрос как. Я предлагаю вам объединиться, создать общую партию. У меня, например, идея такая, что вот приватизация была проведена незаконно, поэтому все приватизированные квартиры надо отобрать и снова поделить. А вы можете говорить, что вообще всю науку надо менять, потому что очень многие ученые сейчас какие-то письма подписывают против спецоперации, и мы их тоже уберем и сами там займем места с новыми квартирами. Вот это здорово будет. Это платформа, ради которой стоит творить. Понимаете? Понимаете, в чем? Я вам серьезно предлагаю на бурбах объединить. И нас народ послушает. Я согласен с вами сотрудничать в различных формах. Давайте, давайте. Но в некоторых формах, которые вводят народ в смуту, я не согласен с сотрудничать. Да как же это смута? Это справедливость. Вы предлагаете из-за справед... Нет, давайте раз создать логически. Если что-то происходит, справедливость – это не смута. Население нашей страны... Смута – это когда обокрали. Вы предлагаете население нашей страны... Мы не получили от приватизации ничего, а они квартиры получили. Вы предлагаете населению нашей страны по новой еще раз побиться и за квартир. Зачем биться? Просто тихо отдай, отойди в сторону. Ты тут не живешь. Вот, 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 вот. Вы предлагаете нашему народу побиться, а много человек поубивали, чтобы об этом... Нет, никого бить не надо, никого бить не надо, надо просто восстановить справедливость. Вот, вот те товарищи... Те товарищи, у которых из-за мировоззрения, уважаемого Бояшинова, отберут квартиру, они приедут в Боброво, проломят череп Бояшинова, растопчат все, что там у него есть и так далее. Ну нет, мы так не будем поступать. А именно так и произойдет. Люди, которые способны проломить череп, мы их попросим присесть. Они ничего не понимают в логике. Вы их будете просесть своим проломленным черепом. Вы заставляете наш народ самоубиваться из-за квартир. Нет, не заставляем. Мы заставляем его добиться справедливости, наконец. Справедливости не существует. К справедливости можно стремиться, но она недостижима. Давайте рассуждать логически. Если есть несправедливость, должна быть и справедливость. Справедливость недостижима. Справедливость всегда мы рассматриваем с точки зрения субъекта. А субъект всегда будет, найдется недовольный субъект, который скажет, во, хорошо поделили, но это несправедливо. Нет, нет, это не та справедливость. Это справедливость относительно референции группы. И сейчас хорошо поделили, но это несправедливо. А есть настоящая справедливость, которая... И вот ваша настоящая справедливость сейчас несправедлива. И обязательно найдется такой субъект, и такой, и такой, и такой. Их будет много, и они докажут вам, что это несправедливо. Но мы выяснили, кто с нами не согласен, и попросим их присесть. Вот, это уже тирания вокруг какой-то отдельной точки зрения. Это не тирания, это правда, это свобода. Свобода кого-то посадить, свобода у кого-то отобрать квартиру и кого-то за это еще посадить, это свобода? Ну, это очень интересное политическое воззрение. Полная свобода, посажает он свободен. Полная свобода называется анархией. Это тупиковая элит развития цивилизации. Не, ну какая такая анархия, если они сидят? Это не анархия, это свобода. Это очень такая жуткая анархия. Не, это диктатура справедливости. Предлагаю подумать о справедливости в следующий раз. Давайте, давайте, наши встречи сделаем регулярными, вы не возражаете? Давайте, вот и вам... Да мы вам очень благотворно с вами сегодня пообщались, поговорили. Народу будет очень приятно узнать, что на самом деле, вот, мы хоть мы и разные, но мы в этом плане, мы можем вместе сесть и поговорить перед камерой, и даже будем довольны. Вы уверены, что вы можете? На вас сейчас будет давление оказываться. Господин Бояшин, вы зачем с Катючеком общаетесь? Вас же сейчас закидал там. Ну как это? Свобода слова и печати. Вы сторонник свободы слова, вы будете держаться, не сдадитесь. Ну конечно, ну а что же мне общаться с Катючеком-то? Хорошо, посмотрим на результаты. Он, кстати, Катючек со мной же не согласен остался, как же, все равно. В споре рождается истина. Да истина, она известна, в споре невозможно родить истину. В споре отстающий интеллектуально может понять, либо не понять, что он ошибался, все. Ну вот, может я пойму, или глядишь, и вы что-то поймете. Я согласен что-то понять. Хорошо, хорошо. Если будет что-то понять, я вообще пойму, пойму, пойму с разбега два раза. Договорились. Спасибо за общение. Привет вашим подписчикам от научного. Да, и вашим подписчикам привет, и вашим фанатам привет. У вас-то фанаты, у меня-то нет фанатов, к сожалению. А я хочу создать фанатов, чтобы они фанатично боролись за справедливость. У нас не хватает фанатичности, у нас просто все разумные люди в большинстве. Процентов 30 возле нас бобришек, которые не могут сосредоточиться, мы им помогаем. А в основном у нас очень классные ребят, которые с бобров, что ли, да? У которых мышление на том уровне. Там вот есть отдельный ролик, где мы объясняем мыслительные перекосы. А-а-а. Вот, и так называемые. Ну, спасибо за общение, до встречи, до связи, удачи. Да, до связи, всех благ вам, удачи, до свидания. Спасибо. Останавливаем запись, пока в этом свершилось, наконец-то. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». «Научный трибунал» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»